До Прибалтов со свойственной им плавностью мышления начала доходить, чем обернется потеря российского транзита. Ужас осознания происходящего вынудил главу Государственной железнодорожной администрации Латвии заимить, что ситуация близка к критической. В сентябре, когда я выпустил материал о российской политике по отъему последнего транзита от Рибалтийских Эмиратов, сами незалежные русофобы еще делали хорошую мину при плохой игре. Прошло совсем немного времени, и вот в шпротных демократиях с ужасом заверещали о том, что происходит и чем это обернется для любителей евроинтеграции. Объемы грузов, они и так уже низкие, в течение 9 месяцев сократились по сравнению с прошлым годом на 12,5%. А четвертый квартал намного хуже. Все особенно плохо с углем, который был нашим спасителем. Сейчас объемы перевозки угля настолько низкие, что они хуже даже самых пессимистичных прогнозов, которые мы делали полгода назад. Пожаловался журналистам директор государственной железнодорожной администрации Латвии Юрис Иесалникс. Внезапно сведомые латыши поняли, что если много лет гнобить русских, зигуя и вереща о компенсации за оккупацию, то это может закончиться худо. Но поняли они это лишь тогда, когда процесс уже стал необратимым. Теперь незалежникам остается только сетовать на коварство клятых москалей. В Латвии считают, что правительство России согласовало с предпринимателями, задействованными в транзитном бизнесе, соглашение о конкретном графике вывода своих грузов из прибалтийских портов. На этот раз правительство России подошло к вопросу очень серьезно. Мы видим это уже сейчас, уже нынешней осенью, отметил Иесалникс. В переводе с политкорректного языка нытье латвийского чиновника означает, что правительство России перестало кормить русофобов. И последние быстро почувствовали исчезновение кормежки. Причем почувствовали сразу многими местами незалежного экономического организма. В связи с падением грузооборота компания «Латвийская железная дорога» получила от Министерства транспорта указание пересмотреть расходы. Обсуждаются возможные сокращения сотрудников. Завис в воздухе проект электрификации латвийских железных дорог. Фонды Евросоюза выделили на него 318 миллионов евро. Но Риге необходимо найти для его реализации еще около 100 миллионов евро. А если объемы транзита падают, то электрификация просто теряет смысл. Вжук и оказалось, что экономические планы гордой Латвийской республики держались исключительно на сохранении клятого оккупационного транзита. А без него реализовать эти планы невозможно даже при наличии существенных евродотаций. «Правительство поддерживает этот проект при условии, что он не будет влиять на госбюджет и на государственные обязательства. Если латвийским железным дорогам придется идти к правительству с просьбой о субсидии, то поддержки не будет», предупреждает министр транспорта Талис Линкайц. Но разве это не прелестно? Лишь за первое полугодие 2019 года порты Латвии потеряли 12,4% грузооборота. А по отдельным показателям, например, по перевалке антрацита потеряли и того выше. Отгрузка российского угля этой разновидности упала сразу на 20%. Вы ведь хотели незалежности от клятых москалей, сведомой? Пожалуйста, вот она. Российские порты на Балтике демонстрируют устойчивый рост. Самые высокие темпы прироста у порта Высоцк. За первые 10 месяцев 2019 года грузооборот здесь увеличился на 15%. Это произошло за счет нефтепродуктов, появления терминала по производству и перегрузке жиженого газа. Грузооборот крупнейшего порта Усть-Луга увеличился на 10%. Самый большой рост демонстрирует перевалка минеральных удобрений, черных металлов, контейнеров. Грузооборот Приморска, который специализируется на нефти и нефтепродуктах, увеличился на 6%. Порт Санкт-Петербурга добавил 2%. Единственный наш Балтийский порт, где отгрузка снизилась, это Выборг. Но, думаю, ситуация там поправима. В остальных портах стремительно расширяют инфраструктуру. В Усть-Луге строится комплекс для хранения перевалки минеральных удобрений. Планируется, что к середине 2020 года будут созданы мощности на 5 миллионов тонн грузов в год. К 2022 году перевалка увеличится до 12 миллионов тонн в год. В Усть-Луге также планируется создать искусственные земельные участки, которые позволят переваливать до 7 миллионов тонн зерна, 2 миллионов тонн пищевых грузов. В Приморске в 2022 году введут в строй огромный универсальный перегрузочный комплекс. Его пропускная способность достигнет 70 миллионов тонн в год, что составит 20% от общего грузооборота российских портов на Балтийском море. Основные виды грузов, которые планируется обрабатывать в порту – уголь, минеральные удобрения, контейнеры, металлопродукция, зерно. Дополнительно на территории площадью более 50 гектар построит складской логистический центр. Думаю, излишне разжевывать, что все это приведет к еще большему усыханию прибалтийского транзита, а следовательно к многочисленным проблемам в экономике незалежных прибалтийских эмиратов. Кстати, о незалежности. Совсем недавно вся российская либерда хором верещала о секретных протоколах пакта Молотова-Риббентропа. Головрет Эхо Москвы так расходился в Ельцин-центре, что, напомню, со сцены навернулся. Мол, клятый Сталин оккупировал незалежную прибалтию. Но вот о другом соглашении, по которому Россия вообще-то прибалтов купила с потрохами, либерда почему-то молчит. А почему никто не осуждает пакт Петра I Карла XII, согласно которому мы у Швеции всех этих чухонцев купили? Тоже ведь ужасно. Два тирана решили судьбу свободных прибалтийских народов. Да ладно бы просто решили, а тут просто один продал несколько народов другому за бабло. Надо счет выставить чухонцам в пересчете на евро и с процентами. Будет справедливо. А то они что-то все нам насчитывают там у себя. Швеция от них избавилась и неплохо пополнила свою казну. А мы по доброте душевной прикупили себе геморрой. Эпоха российской душевной доброты по отношению к прибалтам иссякла. И теперь Москва от сведомого шпротного геморроя последовательно избавляется хирургическими методами. А те же латыши нет бы обрадоваться наступлению окончательной незалежности, так еще и ноют. Давайте-ка, сведомые, предъявляйте теперь претензии к шведам, которые вас клятым москалям продали. А заодно можете подать в ЕСПЧ на Тевтонский орден, рыцари которого угнетали ваших предков. Да, если кто не в курсе, этот орден до сих пор формально существует. Вот пусть он вместе со шведами и заместит выбывающий российский транзит, чтобы была полная и окончательная евроинтеграция и не следа клятых москалей. Ну а если вы при этом вымрете, то такова ваша историческая доля. Хотите ли вы, чтобы Россия вернулась к советской мобилизационной экономике? Конечно хочу, потому что та политика, которую сейчас проводит государство, она привела нас не туда, куда надо. Даже те якобы достижения, которые сейчас есть, они могли бы быть значительно больше, значительно эффективнее, ежели бы у нас был какой-то план. А когда у нас составляет сначала годовой бюджет на один год, потом на три года, потом вообще не составляет, это ведет не туда, куда надо, я так считаю. И рыночная экономика не дала того эффекта, который нам был обещан, который нам обещали. Конечно не хотела бы, чтобы Россия вернулась к плану экономики, потому что я считаю, что именно из-за того, что была плановая экономика, Россия оказалась, СССР оказалась в кризисе, в глубоком, в конце 80-х, и крах, который наступил, он был неминуем. Конечно не хочу. Почему не хотите? Ну, потому что это тяжелый груз, понимаете, надо быстро лавировать от одного к другому. Поэтому, что такое советская экономика, да? Это как бы рутина какая-то, да? И мы не могли быстро перестроиться. Сейчас мы перестраиваемся. Нет, категорически нет. Потому что советская плановая экономика, с одной стороны, да, она давала, наверное, какие-то возможности для предприятий, развития, но с точки зрения простых людей, это совершенно не было возможности развиваться. Что касается капиталистической системы, чем она лучше? В чем-то она более жесткая. Но она хотя бы дает небольшой шанс малому и среднему бизнесу идти вперед. Вопрос очень неоднозначный. В Советском Союзе много чего хорошего было, чего в России сейчас нет. Я просто рос в Советском Союзе и стал специалистом в Советском Союзе. Сейчас, работая в новой экономической системе, я вижу очень много недостатков. Нет. Мне так хорошо. После того, как Ельцин появился, он остался хорошо. Все время ушло. Плановых экономик, другое время. Конечно, не хотела бы, чтобы Россия вернулась к плану экономики, потому что я считаю, что именно из-за того, что была плановая экономика, Россия оказалась, СССР оказалась в кризисе, в глубоком, в конце 80-х. И крах, который наступил, он был неминуем. Конечно, не хочу. Почему не хотите? Ну, потому что это тяжелый груз, понимаете. Надо быстро лавировать от одного к другому. Поэтому, что такое советская экономика, да? Это как бы рутина какая-то, да? И мы не могли быстро перестроиться. Сейчас мы перестраиваемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова